В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Итоги года и планы на будущее в Департаменте образования прошла пресс-конференция. Зато всем весело в парке культуры и отдыха имени Зернова открылся отраслевой фестиваль. Эпицентр семейного досуга. День открытых дверей в молодежном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Директор Департамента образования Наталья Володько встретилась с журналистами. На ежегодной пресс-конференции обсудили наиболее актуальные проблемы системы образования в нашем городе. Среди них создание единой начальной школы для гимназии и лицеев, строительство и капитальный ремонт школы детских садов, а также изменение правил награждения медалями. Подробности далее. О создании единой начальной школы для гимназии и лицеев в городе говорят уже давно. Но планируется, что она будет располагаться на базе зданий бывшей школы номер 19. Есть вероятность, что заработает она уже в следующем году. Еще одна актуальная для нашего города проблема – распределение территорий, закрепленных за теми или иными школами Сарова. Мы каждый год смотрим варианты, как перераспределить закрепленную территорию, чтобы дети могли поместиться, исходя из количества возможных открытых классов на той территории. Особое внимание педагоги уделяют работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на базе пятой школы откроется коррекционный класс для ребят с нарушениями речи. А в школе-интернате номер 9 создадут специальный ресурсный центр по работе с детьми с ОВЗ. Базовыми структурными подразделениями будет первый интернат, первый детский сад 46-й, 44-й, 40-й. Они будут оказывать как консультационную помощь родителям, так и консультационную методическую информационную поддержку педагогическому сообществу города. В этом году педагоги нескольких школ города примут участие в проекте «Преобразование», который поможет усовершенствовать знания учителей в проектно-исследовательской деятельности. Депутат Государственной Думы Александр Курдюмов посетит Саров с рабочим визитом во вторник, 4 сентября. В планах народного избранника в том числе встреча с жителями города. Она состоится в Доме учителя по адресу улица Гагарина, дом 6, с 18 до 19 часов. К другим новостям. У жизни на территории закрытого города есть свои правила. Многие, кто живут здесь уже не первый год, давно привыкли, что въезд и выезд в режимную зону строго регламентирован. Но несмотря на это, когда появляется потребность привезти в город родственников или специалистов по работе, возникает множество вопросов. По достижению 14 лет каждый гражданин России получает документ, удостоверяющий личность, паспорт. На территории любого зато молодые люди и девушки становятся обладателями еще и так называемого зонального пропуска, позволяющего беспрепятственно выезжать и заезжать в город. Его получение максимально упрощено. По достижении 14 лет пропуск выдается. Если ребенок является учащимся средней школы, берется заявочка у секретаря школы. Она подписывается родителями, приносится к нам, мы выписываем заявку. И на основании этой заявки в бюро пропусков он получает зональный пропуск. Все чаще для работы в ЗАТО привлекаются специалисты из других городов. Въезжая в Саров по рабочей визе, они имеют право пригласить сюда и своих родных и близких. Список въездных родственников строго регламентирован. Попасть в гости могут родители, дети, братья и сестры Саровчан, а также внуки, бабушки и дедушки. Для оформления всех документов придется идти в администрацию города. В любой рабочий день, желательно во второй половине дня, подходят к нам, заполняют заявление. И мы это заявление направляем на согласование в службу безопасности. После согласования вывешиваем решение у себя вот здесь в коридоре или можно узнать по телефону решение. Если гость въезжает на территорию Сарова впервые, проверка его данных различными службами может занимать до трех месяцев. А далее действовать разрешение будет в течение целого года. И в случае, если при въезде на КПП возникли трудности с данными, пропущена буква в фамилии, не найден временный пропуск и прочее, существует отработанная система. Мы делаем протоколы, где указаны решения по всем заявлениям. Они находятся как в режиме, так и в бюро пропусков. В бюро пропусков сверяют, если разрешение есть в этом протоколе, то пропускается, а потом уже документально это все исправляется. В город также могут попасть и те, кого пригласили сюда для работы. При этом работодатель будет нести ответственность за гостя в период его нахождения на территории Сарова. А также следует помнить, что незаконное пересечение охраняемого периметра или попытка подкупа часовых на КПП повлечет за собой уголовную ответственность со всеми вытекающими. 26 сентября вступает в силу закона блокировки мошеннических действий по банковским картам. При первых признаках совершения операции без согласия клиента, оператор будет обязан незамедлительно запрашивать у него подтверждение. Если клиент подтверждает действие, доступ к банковской карте возобновляется. Если же подтверждение не будет получено, карта заблокируется на два рабочих дня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Нижегородской области. Всего в регион поступит около 500 тысяч доз бесплатной вакцины. Задача этого года повысить охват прививками до 45% населения. При этом 97% вакцинации пройдет за счет средств государства. Бесплатно привиться от гриппа смогут дети с 6 месяцев, школьники и студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на воинскую службу, лица с хроническими заболеваниями. Технопарк Саров стал площадкой подготовки школьников к участию в финальном этапе Олимпиады НТИ в сфере инженерно-технического творчества. Олимпиада проходит в три этапа, участвовать в которых могут ученики 8-11 классов. Школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте и решать задачи через интернет. После чего участников объединят в команды, которые пойдут онлайн обучение и поборются за победу в инженерном финале. Регистрация на Олимпиаду начнется 15 сентября. В Саровской благочине приход храма всех святых формирует группу для паломнической поездки Свято-Успенский Псковско-Печорский монастырь с 14 по 16 сентября. Контактный телефон для записи 60303. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. А с 15 сентября от храма святителя Николая Чудотворца села Елизарева состоится однодневная паломническая поездка в село Троицкое Воскресенского района в храм Святой Живоначальной Троицы 17 века. Отправление из Елизарева в 4 утра. Записаться на поездку можно через церковную лавку прихода. Последний день летних каникул по всему региону проходит профилактическая акция «Мы вернулись». Она призвана привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах, который по статистике увеличивается с началом занятий в школах. Ученики 2-го класса 13-й школы совместно с сотрудниками ГИБДД в очередной раз напомнили автомобилистам правила поведения на дорогах. Святослав Антонов вместе с сотрудниками ГИБДД смело подходит к автомобилю, чтобы вручить водителю специальное письмо-напоминание. Мальчик уверенно призывает быть осторожным и соблюдать требования ПДД. Святослав – активный участник школьного кружка юных инспекторов дорожного движения и постоянно вместе с своими друзьями участвует в акциях. «В этих акциях участвуют, чтобы водители и пешеходы были внимательными и соблюдали правила дорожного движения». Мальчишки и девчонки 2-го класса 13-й школы не только подготовили листовки для водителей, но и нарисовали плакат, чтобы их акция была заметна издалека и привлекала внимание участников дорожного движения. По чутким руководствам сотрудников ГИБДД и своего учителя они призывали быть вдвойне внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы вовремя среагировать на пешехода. «Обязательно нужно и водителям, и пешеходам соблюдать правила дорожного движения для того, чтобы поменьше было термоопасных ситуаций на дороге, чтобы сохранить жизнь и себе, и нашим детям». Для второклассников такие акции стали уже доброй традицией. Ребята предостерегают не только взрослых за рулем автомобиля. Они по своему опыту знают, как сложно после продолжительного отдыха в деревне или лагере привыкнуть к городскому ритму. Особенно такие акции актуальны для первоклассников. «Именно в данный период дети начинают становиться самостоятельными. Они начинают сами ходить в школы, в музыкальные школы. И им с малых лет обязаны мы перевивать правила знаний, правила дорожного движения». Следующим этапом совместной акции госавтоинспекции «Школа города» станут встречи с учениками на лекциях, посвященных безопасности на дорогах. На танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова открылся второй отраслевой фестиваль «Зато всем весело». За три дня свои игровые программы на открытых площадках покажут делегации из восьми городов системы «Зато» и присутствие госкорпорации «Росатом». О том, как появился фестиваль «Зато всем весело» расскажем в следующем репортаже. Фестиваль «Зато всем весело» еще молод. В этом году ему всего два года. Идею создания фестиваля специалисты Снежинского парка увидели в курортном Сочи и доработали с учетом закрытости своего города. Начинание поддержали и включили в программу проекта «Территория культуры Росатома». В прошлом году команда из Сарова взяла главный приз фестиваля и получила право организовывать второй фестиваль уже на своей территории. Надо, чтобы мы встречались на разных территориях. И лучшие практики в организации отдыха горожан. На этом фестивале нет проигравших. Специалисты из других городов едут сюда в первую очередь за новыми идеями, за общением в профессиональной среде. Немаловажную роль играет и реакция зрителей на ту или иную находку, которую используют команды в своих программах. После таких командировок, после таких вот общений, мы на свой парк смотрим. Мы его любим еще больше и смотрим на него немножко другим взглядом. А что лучше, что хуже, мы будем в себя воплощать, а что хуже, будем убирать. Работа фестиваля только началась. В ближайшие несколько дней все жители города смогут увидеть лучшие игровые программы от специалистов из Снежинска, Десногорска, Заречного, Соснового Бора и других городов «Зато». Организаторы уверены, название фестиваля станет и его слоганом. И в Сарове точно будет весело всем. Зато всем весело! По традиции, каждый год в конце августа молодежный центр открывает свои двери для саровчан. Педагоги и руководители объединений знакомят ребят и их родителей с направлениями работы. Также на дне открытых дверей каждый желающий может узнать подробную информацию о наборе в учебные группы. Дополнительное образование в нашем городе становится все популярнее. Отдать ребенка в кружок или секцию сегодня можно уже в самом раннем возрасте. Занятие по душе в различных учреждениях города найдет и подросток, и даже взрослый саровчанин. Следуя правилу спрос рождает предложение, коллектив молодежного центра каждый год открывает новые направления дополнительного образования. У нас появилось новое направление – это радиожурналистика. Появилось направление «Помогаем писать сочинения». Это экспресс-курс, который поможет старшекласснику подготовиться к ЕГЭ, ну и развить свои способности грамотно писать и интересно формулировать свои мысли. Студия «Медиастарт» создана для всех тех, кому интересна журналистика и кто хочет научиться рассказывать горожанам о самых ярких событиях в Сарове. Педагоги поделятся с ребятами собственным профессиональным опытом и покажут, как правильно делать новости. Мы будем учиться делать новости на радио, передачи, монтировать их в звуковом редакторе, работать с текстами, искать источники информации. Потом все это выльется в полноценные передачи на радио, я надеюсь. На дни открытых дверей наградили воспитанников студии и активных участников общественных объединений молодежного центра. Евгений Халтурин вместе со своими единомышленниками занимается важным делом. Прививает подрастающему поколению любовь к родной истории. Мы сосредоточены на том, чтобы донести до людей, которые не знают или частично знают нашу военную историю, в частности, военную историю 20 века, об основных ее аспектах, о правильных ее перспективах развития и об истинности тех событий, что тогда происходили. Для гостей дня открытых дверей приготовили сюрприз – шоу «Иллюзиониста», после которого все желающие смогли пообщаться с руководителями объединений и записаться на понравившееся направление. А некоторым удалось даже прогуляться по коридору молодежного центра и своими глазами увидеть кабинеты, в которых будут проходить занятия. Молодежный центр – это центр семейного досуга. Когда мы после капитального ремонта въезжали в это здание, мы позиционировали это именно так. Такой же тренд у нас остается и сейчас. Здесь каждый возраст может найти интересное для себя направление. Более подробно с направлениями работы и правилами набора можно ознакомиться на официальном сайте молодежного центра. Детская библиотека имени Пушкина Праздничные герои будут учить детей правильным манером, помогут выполнять задания и проходить испытания. А главное, вместе с ребятами добудут заветный ключ знаний, который в дальнейшем поможет им в учебе. Уже на протяжении семи лет каждый раз 1 сентября у нас проходит такой праздник. В этом году его зрителями станут первоклассники и родители школы номер 13. И артистами на нашей библиотечной сцене будут тоже они сами. Праздничные программы в библиотеке дарят не только яркие эмоции, впечатления, но и способствуют развитию ребенка, а также помогают расширить кругозор юного школьника. Дети смогут познакомиться со своими будущими одноклассниками и откроют для себя новый мир знаний. За лето детская библиотека преобразилась и приготовила для своих читателей немало сюрпризов. Все лето мы готовили удивительную, удобную, уютную, как мы надеемся, клубную комнату. То есть там будет место сбора наших библиотечных клубов, место для душевных разговоров, для камерных концертов, в том числе и для библиотечных квартирников. Первый в этом году квартирник пройдет уже 29 сентября. Его гостем станет сарусский исполнитель Игорь Оставненко. А 28 сентября всех читателей приглашают принять участие в акции «День читателя», который в этом году будет посвящен юбилею известных русских классиков. Уже в октябре библиотека планирует открыть тематическую зону «Зонтик здоровья». Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте библиотеки имени Пушкина. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.